Под конвоем, как рецидивисты на улучшниках. Ну, обстаю все. Спустя 4 часа после судебного заседания за мужем Маргариты все-таки пришли. Напомним, ее супруга Сергей Сиренко уже несколько лет судит за контрабанду кондитерского мака. Этим летом мужчина не смог посетить несколько слушаний, лежал в больнице с гипертоническим кризом. Освоение явки предупреждал каждый раз. У нас, допустим, 18 числа заседания, 17 числа секретарь судьи центрального района мне звонит и говорит, что вот как у вас здоровье? Я говорю, вот я нахожусь в стационаре. Можете явиться? Нет, не могу. Я нахожусь в стационаре. Мне спрашивают, где я? Говорю, там-то, там-то. То есть все хорошо, мы будем делать запрос. Вопреки этому центральные районы суд и позже Краевой изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Мол, лицо скрывалось от правосудия. Но, по словам экспертов, заключение мужчины под стражу до окончательного приговора вполне законно. Ведь и любое нахождение в стационаре, объясняет юрист, является уважительным. Нужно доказать тот факт, что лицо действительно по объективным причинам не могло явиться в процесс. То есть, если были какие-то заболевания сердцем, что какие-либо движения или посещение иных учреждений вне больничных создавало бы угрозу жизни. Как я понимаю, данного обстоятельства доказано не было, ввиду чего практика по ужесточению обеспечительных мер является нормальной. Остается вопрос, почему не было доказано серьезное состояние Сергея. С самого начала семью защищают адвокаты, но Сергею приходится самому изучать законы и пытаться себя защитить. С пятницы Сергей находится в СИЗО. Как-то держался, как-то храбрился. До последнего, когда я приехала даже на поезд, когда я приехала, все-таки в три ночи. Близко не дали подойти, но рядом стояла, улыбался. Но возможность обжаловать решение суда у семьи все еще есть. Маргарита сейчас готовит жалобу в касационный суд в Кемерово и готова дойти до Верховного. А сейчас она в очередной раз ходатайствует, чтобы ей самой разрешили защищать супруга в суде наравне с адвокатом, который, по ее мнению, не оказал своему клиенту должной защиты. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.